Итак, мы решили рассмотреть с Алексеем Саватеевым некоторые математические понятия, некоторые термины, которые имеют отношение к этой науке. Я с лингвистической точки зрения, откуда эти слова взялись, как они вошли в научный обиход. Алексей, соответственно, со своей математической колокольни. Ну, первое из этих слов, естественно, само слово, само понятие математика. Откуда оно взялось? Что оно изначально означало? Какой имел смысл? Какой смысл вкладывали в него люди, которые стали им пользоваться? В греческом языке, вот в современном греческом языке мафима, это просто урок. И в древнегреческом языке мафима означало наука, обучение, изучение, учение. То есть все, что связано было с процессом, изучение чего бы то ни было. Совсем не только математических каких-то предметов. Глагол мафено. В архаическом греческом это даже звучало мансано. Изучаю, обучаюсь чему-то. Впоследствии это слово стало распространяться на более широкие сферы знания. Но первой сферой, в которой оно стало занимать главенствующую роль, это была астрономия и даже астрология. В средние века границы четко между астрономией и астрологией не было. Причем астрология даже в таких в крайних радикальных проявлениях, настолько крайних, что святой Августин предостерегал благоверных христиан держаться подальше от математиков. Он имел в виду конечно не математиков, не таких как Алексей, не в современном понимании этого слова, а вот именно от астрологов, от людей, занимающихся ворожбой, гаданием, шарлатанов всех мастей. Все это были математики. И только к 16-17 веку математика стала приобретать современное звучание, современный смысл, относясь именно к той сфере знаний, в которой мы математику находим сегодня в наши дни. Причем это было в некоторой позиции по отношению к арифметике. Арифметика изначально занималась счетом, потому что арифмус это число. То есть слово арифметика в течение долгих веков ближе отражало то, что мы сейчас понимаем под понятием математика. Математика. Ну это наша наука, это наше все. Математика это наука, в которой существует абсолютное доказательство. То есть концепция доказательства математики, это означает, что вот я кому-то что-то продемонстрировал, провел рассуждение и человек так же как я абсолютно уверен в том, что то, что мы утверждали, будет верно всегда, через много веков, через много тысячелетий. Можно класть голову на отсечение. Вот когда знание добывается таким образом, это математическое знание, в отличие от знаний в остальных науках. Следующее слово, которое хотелось бы разобрать, рассмотреть с точки зрения этимологии, происхождения. Это даже не слово, а пара слов. Теорема и аксиома. Аксиома по-древнегречески означало нечто ценное, ценность. Причем такая ценность, которая не нуждается ни в каком доказательстве. Ну, например, золотая монета, она очевидно представляет какую-то ценность. Тут и доказывать ничего не надо. А вот теорема, теорема. Это то, где еще надо посмотреть, насколько и какую ценность это явление представляет. Теорин – это рассматриваю. Вот, собственно, в этом и ключевое отличие, ну, по крайней мере, с точки зрения этимологии, мы находим между этими понятиями. Аксиома – это явная ценность, не нуждающаяся в доказательствах. А теорема – это там, где еще будем посмотреть. Аксиома. Как строятся математические рассуждения? Мы выводим что-то, все равно всегда из чего-то, да? Иногда это что-то, это просто наш жизненный опыт, да? Так физики любят делать, продемонстрировали, какой-то закон увидели. Ну, в математике тоже бывает так, что мы, например, взяли какой-нибудь квадрат, ну, вот так разбили его, посчитали количество квадратиков в нем. Ну, и это визуально наблюдаемый факт. Ну, более в общем смысле аксиома математики – это то, что принимается без доказательств. То есть мы принимаем его как верное, и все. И правило игры в том, чтобы из такого набора аксиом какого-то выводить уже те или иные строгие рассуждения путем математических доказательств. Теорема. Теорема – это утверждение, которое мы логически выводим из аксиом. То есть то, что требует доказательства, требует строгой проверки и установления. Ну, собственно, математика, по сути, состоит из таких теорем, да? То есть вводится определение тех или иных объектов, ну и потом про них какие-то свойства доказываются. Ну, какие-то маленькие теоремы могут называться там лема, утверждения, следствия. Ну, а что-то такое серьезное, большое, как кирпич в стене. Называется теорема.